Разработчиков видеоигр в России станет больше, причем существенно. Почему, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Будут ли востребованы молодые специалисты? Добрый день. Ну, почти наверняка будут. Как минимум, в силу того, что разработчиков игр в России в последнее время стало существенно меньше, а сам рынок видеоигр растет и довольно заметно. Причин для его замедления немного. Но подробнее чуть позже начнем с другого способа онлайн-общения. Новый рекорд мессенджера Telegram по части количества пользователей. И снова на фоне проблем у самого большого мессенджера на планете. В тот момент, когда на прошлой неделе на пару часов оказался недоступным WhatsApp, суточная аудитория Telegram в России впервые превысила 50 миллионов человек. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на исследование компании Медиаскоп. К концу недели аудитория несколько сократилась до почти 48 миллионов человек, но это все равно больше, чем было еще в середине прошлого месяца. WhatsApp же за октябрь в России несколько потерял, но им по-прежнему каждый день пользуются почти вдвое больше россиян, чем Telegram свыше 73 миллионов человек. Кстати, у роста Telegram и стремления, наконец, монетизировать этот мессенджер есть и любопытное следствие. Попытки взломать систему платных премиум-аккаунтов, как минимум одна из которых оказалась успешной. Причем в качестве взломщиков выступили, как уверяет ресурс Коддурова, трое московских школьников, в которой обнаружили баг, позволяющий подарить кому-нибудь премиум-подписку, а потом отозвать платеж. При этом и деньги целы, и подписка оформлена. Ну вот они и начали таким образом дарить за полцены всем желающим премиум-аккаунты, которые помечаются звездочкой или иной картинкой рядом с именем пользователя. И буквально за несколько недель, пока схема не развалилась и они сами не опубликовали алгоритм, умудрились заработать по несколько десятков тысяч долларов каждый. Правда, теперь Телеграм в курсе схемы и все купленные со скидкой на стороне премиум-подписки отменяют. Минцифра выбирает главную ось, ну точнее три базовых операционных системы, под которые отечественным разработчикам будет проще адаптировать свои программы. Для этого чиновники опросили бизнес и разработчиков софта, чтобы определить наиболее популярные у российских компаний операционные системы из реестра отечественного ПО. Для понимания, сейчас в реестре более 15 тысяч продуктов от 5 тысяч разработчиков. При этом операционных систем из них почти 50. Из них по итогам опроса предварительно окончательно решительно еще до конца года были выделены три приоритетные. Astra Linux от группы компаний Astra, операционная система Alt от компании Basalt SPO и RedOS, которую разрабатывают в компании RedSoft. Все они базируются на Linux. В Коммерсанте видят и другую возможную цель исследования оценить готовность компании к отказу от программы операционной системы Microsoft, которая, как и ряд других вендоров, с весны этого года остановила продажу и поддержку в России. Сейчас, правда, некоторые лицензии снова можно купить. В тот момент правительство предложило российским компаниям переходить на российские операционки. Но тут выяснилось, что отечественный софт из реестра Минцифры все еще по большей части не адаптирован под российские операционные системы из того же реестра. Наш тем, игровая индустрия в России скоро прирастет разработчиками. Такой вывод можно сделать из совместного исследования игровой платформы ВК-плей, сервиса ВК-образования и Национального исследовательского университета ИТМО. Аналитики изучили данные из открытых источников и выяснили, что за два последних года количество русскоязычных образовательных программ для игровой индустрии выросло на 45%. В исследователе обнаружили 233 курса геймдева. Только за прошлый год их количество увеличилось на 97%. Касается это как онлайн-курсов, так и высших учебных заведений. Количество программ, связанных с компьютерными играми, там увеличилось на четверть. Сейчас доступно полторы тысячи бюджетных мест в бакалавриате и 235 в магистратуре. Впрочем, онлайн-курсов все равно втрое больше. И почти все они рассчитаны на аудиторию старше 18 лет. Программа для детей и для школьников составляет лишь 15%. Такой интерес к разработке компьютерных игр объясняет взлетом игровой индустрии во время коронавирусной истории, которая пришлась как раз на эти 2-3 последних года. На карантинах, согласно данным аналитической компании «Статиста», затраты геймеров на видеоигры глобально выросли на 39% и достигли лучших значений за десятилетия. Рынок видеоигр в России, по данным «Майгеймс», вырос в 2020 году на 35%, до 163 миллиардов рублей, а в прошлом году подрос еще почти на 10%. Редактор субтитров А.Семкин